День Города 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 шла о геополитической ситуации, перспективах экономики, ее отдельных отраслей, межбюджетных отношениях и о других немаловажных для развития региона вопросах. Можно ли строить дом рядом с АЗС или наоборот заправку рядом с жилым домом? Какие нормы и какое расстояние должны при этом соблюдаться? Отвечаем. Расстояние от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков зданий и сооружений следует принимать не менее 50 метров. Это данные по АЗС, предназначенных для заправки только легковых автомобилей в количестве не более 500 машин в сутки. Это противопожарная норма, но не норма экологической застройки. Насколько безопасны данные нормативы? К нам за помощью обратились жители новостройки, расположенные на улице Полевая. Под их окнами развернулась строительная площадка, на которой, как уже понятно, планируется разместить автозаправочную станцию. Где-то, наверное, неделю назад были привезены две цистерны, примерно от 60 тонн емкости, быстро закопанные, засыпанные землей. Ну и сейчас проводятся общестроительные работы. Там несколько бетоновозов пришло. Виктор – житель дома номер 80 по улице Полевой. Сегодня он и его соседи вышли на общедомовое собрание. Настоящий градостроительный КАЗУ стал причиной беспокойства всех жильцов. Рядом с домом строят автозаправочную станцию. Нам сначала сказали, что будет какой-то тут или паркинг, или дом, или что-то. Ну все, что угодно. Я обзвонил всей инстанции города. Ни одна инстанция города мне не сказала, ну как это, не удовлетворила моего ответа. Чтобы я спросил, что здесь такое будет, и что здесь за строительство, никто не ответил. По противопожарному регламенту расстояние от заправки до жилого дома должно составлять не менее 50 метров. Кроме того, через дорогу от АЗС проходит железная дорога. А в нескольких метрах от стройки располагается трансформаторная подстанция мощностью 10 киловольт. Мы попытались узнать у охранников, кто ответственен за строительство АЗС. Однако нам оказались не рады. Не имеем право, скажите, как называется организация, на которой вы работаете? Выходим, выходим, выходим. А я же не знаю. Никак не знаю. Я тут, да, не надо. Нам удалось связаться с владельцем участка, который дал свой комментарий по этому вопросу. Действительно, там планируется к строительству АЗС. В настоящее время идет с подготовительной к строительству работы, то есть осуществляют земляные работы, подготовку участка под строительство, складирование материалов строительных. Соответственно, разрешение на строительство еще не выдавалось до настоящего времени. Документы на оформление в администрации города. Посадка АЗС осуществлена с соблюдением всех градостроительных норм. Там зона, позволяющая строить АЗС. И, соответственно, необходимое по снипам расстояние до жилого дома, в частности, что их больше всего интересует, которое составляет 50 метров, оно будет выдержано. Жители дома обращались в прокуратуру с коллективной жалобой. Но темпы строительства АЗС оказываются в разы быстрее, чем ответы у полномоченных органов на запросы граждан. Октябрьский район Рязани отметил 70-летие. Сейчас на его территории, занимающей четвертую часть города, проживает около 140 тысяч человек. В субботу 2 апреля перед дворцом спорта Олимпийский прошли праздничные мероприятия. На карте города Октябрьский район появился в 1946 году. Сейчас на его территории, занимающей четвертую часть города, проживает около 140 тысяч человек. В районах России насчитывается всего 37 октябрьских районов. Мы планируем в честь 70-летия высадить аллею напротив парка Скобелева, это где крепость известная, детский городок. И также планируем запустить программу по развитию района, связанным с установкой малых архитектурных форм. Первый замглавы администрации города Владимир Трушкин назвал Октябрьский район флагманом, в котором успешно развиваются промышленность, строительная отрасль, энергетический комплекс и функционирует много объектов в социальной сфере. Мы знаем, что для такого района нужно еще строить, строить и строить. Кроме жилья, еще и больницы. Очень много проблемных объектов, поликлиники. Все это мы будем с вами делать обязательно. Подарки для всех гостей праздника приготовили творческие коллективы города. В будущем такой праздник по случаю дня рождения района планируют сделать традиционным. Продолжим тему с юбилейной. 70-й годовщиной родного района рязанцев поздравили и руководители партии «Единая Россия». Жители района юбиляра поздравила депутат Госдумы Елена Митина. Она отметила, что сама более 30 лет живет в этом районе и считает его одним из лучших в Рязани. Я считаю, что такие праздники нужны и важны, потому что здесь мы можем поблагодарить тех людей, которые живут в этом районе, которые сделали все для того, чтобы район стал краше, стал чище, стал лучше. Потому что ведь это не только здание, сооружение. Хотя мы видим, что облик тоже меняется. И новые сады, и новые школы, и новые учреждения спортов появляются. Это очень хорошо и не может не радовать. Достижения жители Октябрьского района отметил и глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Владислав Фролов. Сегодня мы можем видеть, что на поле совхоза «Овощевод» развернулись прекрасное строительство. Есть ледовый, есть теннисная академия, строится жилой массив. Город динамично и хорошо развивается. Мы делаем это для вас, для наших детей. Представители власти наградили отличившихся в работе и общественной деятельности жителей Октябрьского района. Сейчас в Рязани в рамках весеннего месячника по благоустройству города проходят общегородские субботники. После долгой зимы улицы города необходимо приводить в порядок. Причем подойти к этому процессу нужно ответственно. А участие в уборке должен принять каждый рязанец. Именно такой позиции придерживаются городские управленцы, которые, кстати, и сами с удовольствием выходят на субботники. В субботу 2 апреля руководство города вышло на субботник. Мероприятие стало уже традиционным в весенний период. И участие в нем приняли глава администрации города Рязани Олег Булеков и председатель Рязанской городской думы Владислав Фролов. Зеленую зону на улице Есенина приводили в порядок 35 человек. Мы все хотим сделать наш город чище, поэтому сегодня и администрация вместе с городской думой показываем пример нашему населению, что надо убрать город, сделать его чистым, красивым, уютным, привлекательным. Я думаю, что это в наших силах. Также 2 апреля прошли субботники еще на 27 улицах Рязани. В них приняли участие около 350 специалистов муниципальных предприятий и представителей структурных подразделений городской администрации и Рязгордумы. В вопросу чистоты улиц нашего города о значимости таких общегородских субботников свое мнение озвучил председатель Рязанской городской думы Владислав Фролов. Рязанская городская дума всегда активно принимала участие в субботниках и будет принимать. Мы призываем всех рязанцев проснуться утром и выйти на субботник. Прекрасное настроение и замечательное дело делаем. В общей сложности в субботнике 2 апреля приняло участие более 400 человек из администрации, городской думы, представители ряда организаций, двух школ и трех детских садов. Благодаря таким мероприятиям Рязань становится все чище и приятнее как для жителей, так и для гостей города. Компания Ведикон вновь организовала конкурс. На этот раз весна диктует свои правила. Ну а что можно назвать самым главным предвестником теплого сезона, а само собой возвращение в родные края пернатых. О том, чем Ведикон на этот раз порадовал рязанцев, расскажет Роман Дворецков. Весной большинство птиц возвращаются из теплых южных стран обратно домой. Кроме того, на прошлой неделе отмечался Международный день птиц. В связи с этим компания Ведикон совместно с познавательным каналом Виасад Нейча провела экологический праздник, посвященный празднику пернатых. Сегодня мы планируем сборку скворечников, раскрашивание их и развешивание по парку. Надеюсь, что эта акция поможет нашим пернатым друзьям при выживании в трудный для них сезон и выведению птенцов. Целью этой акции является пропаганда природоохранных и орнитологических знаний среди учащихся, воспитание бережного отношения к природе. В программе праздника были предусмотрены мастер-классы по изготовлению скворечников, веселые конкурсы на открытом воздухе и познавательные викторины. Также мероприятие посетил начальник управления по надзору и охране животного мира, Министерство природопользования и экологии Рязанской области Сергей Кральков. Очень отрадно, что сегодня собираются дети. Спасибо организаторам, что они обращают на это внимание. Вот эти праздники, кроме того, что и практически страна, устанавливаются какие-то кормушки, устанавливаются скворечники. Но самое главное, что обращается внимание на проблему сохранения птиц. Это серьезная проблема в наше время. И вот это движение, которое в свое время было забыто, сейчас она опять набирает силу, развивается. Будем надеяться, что это зачатки. И в дальнейшем, может, ребята, которые сегодня здесь присутствуют, они вырастут и свяжут свою жизнь профессиональную уже с охраной природы, в том числе с производством птиц. Во время праздника было разыграно множество призов и подарков, среди которых был специальный приз. Домашняя лаборатория «Юный химик» за лучшую кормушку для птиц, сделанную своими руками. Рязанцы отметили день смеха массовым забегом. В легкоатлетическом кроссе, состоявшемся 1 апреля в Центральном парке культуры и отдыха, могли принять участие все желающие, имеющие шуточные костюмы. На старт вышли юные спортсмены, школьники, студенты, СУЗов, воспитанники детских садов и представители трудовых коллективов. Всего около 160 человек. Этот проект реализуется уже второй год подряд. И первый спортивный забег в этот раз был, конечно же, посвящен Дню юмора и смеха. Участники одели забавную юмористическую форму одежды, тем самым украсили тематику этого праздника. Участники состязаний в первую очередь старались показать свое спортивное отношение к жизни, а уже потом наряды и костюмы. Подчеркиваю, что спортом могут заниматься все в любом возрасте, в любом настроении, расположении духа и наряде. Для того, чтобы выяснить, кто же лучший комический спортсмен в этих забегах, участники преодолели путь в 500 метров. Их было достаточно много. Итоги соревнований были подведены не сразу. И пока спортсмены ожидали результатов, они участвовали в праздничной викторине, посвященной истории олимпийского движения. Праздник был организован в рамках проекта «Бежим круглый год», создан для пропаганды и популяризации здорового образа жизни, приобщения населения к активным занятиям физической культуры и спортом и развития массового спорта в целом. На этом мы завершаем наш выпуск и прощаемся со зрителями до завтра. Благодарим вас за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин